Итак, начинается третий сет в первой встрече. Со счетом 2-0 ведет Ким Чон Хон. У ГМК верхняя Пышма. Третий сет подает Бабачига. Так, раскрепощенно достаточно начали оба спортсмена. И Ким неплохо играл. И его соперник. Ну, провел 1-0. Чуть-чуть как бы на паузе, похоже, Ким. Чуть на паузе. Ничего страшного нет, своей подачи 0-2. Подарки, подарки. Такие достаточно приятные для нас, скажем. 1-2. 2-2. 2-2. Здорово. Конечно, плотно очень играет Ким справа. Прямо как-то калачивает. Такое вращение быстрое, острое. Тяжелые такие мячи летят на соперника. 2-2. На приеме, конечно, все в порядке. С приемом все в порядке у Бабачиги. То есть, первым топсом выигрывать достаточно проблематично. 3-2. Вроде бы мячик сейчас неплохо крутился. Но так, без тени сомнений, конечно, воткнул. Решил скинуть справа с достаточно короткой мяча Ким. Но попробовал, скажем так. Не получилось. 2-4. Подача, конечно, неплохая Ким. Ничего не скажешь. 3-4. Вот это мы уже видели. Это у него мы уже видели. И надо этим пользоваться достаточно часто. Потому что со средины, со стола и с левого угла справа заходит. Играет Роман неплохо. 4-4. Ой. Ой-ой-ой. А помните, в первом сетевре он так же был? Так же длинно, просто длинно отдал Ким эту подачу. Вращение практически вернулось его же. Так же за стол сыграл Роман. То есть, о чем я и говорил, надо экспериментировать. Не обязательно все подачи принимать коротко. Потому что спортсмены эти короткие вещи, не то чтобы играют с закрытыми глазами, но постоянно они. Это один из элементов тренировки оставить коротко, начать с короткого мяча. И иногда так неожиданно сыграть глубоко, приносит свои результаты. Минуту взял, похоже, тренер итальянской команды. Объясняет что-то. Ну, может быть, учитывая, что три очка подряд проиграл воспитанник, скажем так. И если ничего не предпринять, то проиграв этот сет, и в команде я напоминаю, не из семи, не до четырех побед, а до трех побед во встрече. Поэтому 2-0 ведет Ким, ему надо выиграть только одну партию. 4-5. Ой-ой-ой-ой. Остановил руку, это называется. Видели, очень глубоко, плотно запилил, так скажем, атакующую подрезку, применил Румен. И здесь Киму надо было, конечно, на максимуме играть слева, а он что-то замахнулся и остановил руку. Вот, мы уже видели. Просто, вот, именно при камере сверху очень хорошо видно, практически по линии перевел Ким Чонг Хан. Практически вот этот мяч по линии, вы видели? 6-5. Подкараулил. Да, подкараулил. Видели подачу, подал до 5 туда же глубоко. Выбил из позиции, ну и потом уже просто, как говорится, доиграл грамотно влево. Выиграл две свои подачи. 5-7. Ну что? Главное, терять концентрацию, не изменять самому себе, продолжать играть в этот теннис. Что-то ходит. Итальянский спортсмен. А, ну да, после 12 очков. Да, непонятно, зачем такого длинного, удобного мяча из правого угла Ким взял, сыграл слева. Достаточно так, скажем, небыстро. Вот это непонятное было движение. Сразу же получил атаку. 6-7. Да, 7-7. Дважды удачно атаковал. Румын. Ничего еще не ясно. Ни в этом сети, ни во встрече, я могу сказать. Уже который раз мы это наблюдаем. То есть Ким играет слева мягко. В итоге его соперник выходит и усиливает, выигрывает очко. Три мяча подряд. Да, ну здорово. Вот это то, что нужно. 8-8. То есть и про правый угол не забыл. И сам атаковал, вышел мощно. Да, каждая встреча, конечно, очень драматично протекает. Легкой здесь игры не будет ни в одной встрече. Рисковал румын, рисковал. Наверное, правильно рисковал. В принципе, мог и попасть, конечно, откровенно говоря. Наверное, все-таки здесь и нервы. Наверное, здесь и нервы. 8-9. Вот еще одна ошибка. Два сетбола. Ну что, очко? Очко надо. Надо очко. Свои подачи. Главное, не надо думать, что это последнее очко. Надо просто выйти и сыграть без счета, скажем так. Так просто выйти и грамотно сыграть без счета. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вроде бы все сделал, сыграл здорово слева. Но был готов к этому итальянец. Был готов. И выдержал атаку. Он хорошую, надо сказать. Хорошую атаку выдержал. 10-9. Еще подача. Что сейчас кем? Подаст верхним? Или подаст опять короткую? Будет самым гореть. Да. Подал сверхним. Ой-ой-ой. Вы все видели. 10-10. 10-10. Да. Обидно. Мяч буквально чуть-чуть задел сетку. Чуть-чуть. Не надо расстраиваться, конечно. Сетка. Еще мяч. В первой партии было абсолютно такой же счет. И точно так же первую подачу. Бачиги задел сетку. Сетбол. Сетбол. Мы слышим, как итальянцы поддерживают. Или это нашего спортсмена, зрителей поддерживают? Непонятно. Вот и все. Вот и все. Вместо 3-0 мы получаем 2-1. И определенное психологическое преимущество, я думаю. Как только сеткой. Вместо 3-0 мы получаем 2-1. Мы получаем 2-1. И все. И все. И все. Продолжение следует...